Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Батия, и сегодня мы будем читать 31 главу этой книги. Глава начинается словами, и услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие». И увидел Иаков в лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. «И сказал Господь Иакову, возвратися в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Когда мы чувствуем зависть и неприязнь по отношению к нам, не надо пытаться доказать, что мы ни в чем не виновны. мир всегда будет относиться к нам, верующим, как к некому инородному телу. Поэтому наша задача в каждой такой ситуации – отойти немножко в сторону. Зачем нам ввязываться в какой-то никому не нужный конфликт? И здесь мы видим, что Господь является Иакову, и прямо ему говорит, возвратися в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Что значит «я буду с тобою»? Как я был с тобою здесь, на Чужбине, тем более я буду с тобою и на святой земле Эрец Исруэль. «И послал Иаков и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. «Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз, десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». То есть Бог был со мною здесь, и Бог сказал мне, я буду с тобой далее. И Иаков объясняет, «Когда сказал он, то есть Лаван, что скот с крапинами будет тебе в награду, то есть в награду все дефектное, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами, ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я, он сказал, возведи очи твои, и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. То есть в разных системах, политических особенно, бывают разные отношения к христианам, но в целом сейчас в мире христиане считаются людьми как бы второго уровня, второго сорта. И есть страны, где принадлежность к церкви создает много проблем для верующих, христиан, когда они воспринимаются как гражданами второго сорта. В некоторых из таких стран есть даже система распознания. Вот это христианин, а это не христианин. И это касается социальных вопросов, когда по отношению к верующим иногда осуществляется осуществляется откровенный геноцид. И Иаков хочет объяснить своим женам, что Господь заботится о нем. И Бог, который явился ему, он сказал, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою, я Бог, явившийся тебе в Вифиле, то есть там, где Дом Божий, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет, теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю Родины твоей. А какая тут связь? Давайте вспомним, что Иаков дал обещание Богу, что если ты позаботишься о мне, вернешь меня, позаботившись обо мне на чужбине, я сделаю тот и тот. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего. То есть они настолько сроднились с Иаковым, что их родной отец стал для них как бы чужим. Не за чужих ли он нас почитает, ибо он продал нас и съел даже серебро наше, то есть преданное наше. посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших, и так делай все, что Бог сказал тебе. Вот когда жена говорит мужу, и так делай все, что Бог сказал тебе, то есть через свое слово, эти слова должны вдохновить мужчину. И встал Иаков, и посадил детей своих, и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой, и все богатство свое, которое приобрел, скот собственно его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему в землю Хананскую. Оказывается, Исаак еще жив. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль, она воспользовалась тем, что Лаван покинул свои шатры, похитила идолов, которые были у отца ее. Почему Рахиль так поступает? Есть как бы несколько точек зрения. Есть такая точка зрения, что Рахиль это сделала потому, что через этих идолов ее отец Лаван вызывал бесов. И бесы помогали ему в противостоянии с его противниками. Ну, тогда действия Рахиль суеверные какие-то получаются. Она что, боится бесов? Будучи верующей в единого Бога, как она может бояться каких-то бесов? Ведь по отношению к Богу бесы веруют и трепещут. Мне нравится другое объяснение. Рахиль не смогла обратить своего отца веру своего мужа. Сам Иаков не смог так повлиять на своего тестя, чтобы обратить его в веру Авраама и веру Исаака. Тогда Рахиль, покидая дом отца, решила хотя бы устранить вот этот объект ложного поклонения вот этих идолов, истуканов, домашние божества, которые обычно среди народов Ханана это были такие небольшие статуэтки. их можно было поместить в одну большую кожаную сумку. Как потом мы это и увидим. И что происходит далее? Иаков же похитил сердце Улавана Араминянина, потому что не известил его, что удаляется. Что значит похитил сердце? Ну, тот не получил возможности проститься с дочерьми, с внуками, которых он без сомнения любил. И ушел, то есть Иаков со всем, что у него было, и встал, перешел реку и направился к горе Галаат. Какую реку он перешел? Конечно, Ефрат, граница между святой землею и Меспотами, как раз река Ефрат, которая и дает человеку наименование еврей. То есть слово еврея означает перешедший Ефрат, то есть не живущий в Месопотамии, а покинувший Месопотамию. И ушел со всем, что у него было, и встал, перешел реку, уточнение здесь излишне, потому что очевидно, что это Ефрат, и направился к горе Галаат, на третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. На третий день мы знаем, что расстояние между стадами было как раз в три дня. Тогда он, то есть Лаван, взял с собой родственников своих и гнался за ним семь дней и догнал его на горе Галаата. Почему догнал? Потому что Лаван-то догоняет с воинами, а Иаков движется с детьми и женами. Конечно, Иаков двигался более медленно «И пришел Бог к Лавану, армянянину ночью во сне», то есть когда он уже нагнал встан Иакова, но была ночь, он спит, во сне является ему Господь, хотя наутро он что-то планировал. «И сказал ему Господь во сне, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Ну, не говори худого, понятно, а почему и доброго нельзя говорить, как-то не очень понятно. А потому что добро язычников, оно как зло. Тут как бы грань стирается между добрым, злым, преступным, неприступным. И догнал Лаван Иакова, то есть на следующий день. Иаков же поставил шатер свой на горе, ну, чтобы обороняться, легче, конечно, обороняться с горы. И Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаат, то есть где-то рядом, и сказал Лаван Иакову, что ты сделал, для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием, зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпанами и с гуслями, ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих, безрассудно ты сделал. Казалось бы, все его претензии, они оправданы, но давайте повнимательнее отнесемся к ситуации. Есть в руке моей сила сделать вам зло, то есть он с собой взял людей, которые способны делать зло, а зачем он их взял с собой, если бы он имел делать намерение добро, если бы он имел намерение делать добро, а зачем брать тех, которые могут делать зло, поэтому тут много непонятно. Есть в руке моей, то есть под рукой моей, сила сделать вам зло, но Бог Отца вашего, вот единственная причина, почему он не будет делать зло, вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. В устах безбожников и хорошее, и худое, это как бы вещь одного порядка. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме Отца твоего, здесь другая претензия, зачем ты украл богов моих, то есть идолов моих. А Яков же не в курсе, что Рахиль украла этих башков. Яков отвечал Лавану и сказал, я боялся, то есть здесь он отвечает на первый вопрос, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. Это на первый вопрос, почему ты взял моих дочерей, моих внуков. он отвечает, почему. И на второй вопрос, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив, при родственниках наших, узнавай, что у меня, и возьми себе, Яков не знал, что Рахиль украла их. Вот здесь Яков преподает нам урок. Вот здесь нам задается один вопрос, второй, третий, четвертый, мы должны отвечать в том же порядке, в каком нам задаются вопросы. Яков совершил вот в этот момент страшную ошибку. Когда он сказал, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив, он сказал очень безрассудно. Да, он не знал, что Рахиль украл их, но этими словами он проклял Рахиль. Он приговорил ее к смерти, он же пророк. Поэтому родители, родственники, мужья, жены должны бояться произносить дурные слова, какие-то клятвы, какие-то пожелания. Это может исполниться. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахиль. Рахиль уже обречена. Она не будет похоронена в пещере Махпела. Да, она умрет на святой земле, похоронена будет между Иерусалимом и Вифлеемом. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. То есть, они умещались, скажем так, в одной кожаной сумке. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобою. Вот тут Рахиль учит нас. Если отец твой заходит в помещение, родной отец, какой бы он ни был, язычник, безбожник, надо стоя почтить его отцовство. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенная женская. То есть кровотечение, она нечиста. Это значит и по законам людьми с потами это тоже нечистота. И он искал, но не нашел идолов. И вот здесь, когда идолы не найдены, Иаков может считать, что это ложное обвинение, хотя это правильное обвинение, но Иаков не в курсе. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном, и начал Иаков говорить и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня, ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома. Ничего не нашел. Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток, ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Что значит растерзанного зверем я не приносил к тебе? То есть если зверь растерзал овцу, ее надо было принести хозяину и показать, что это не мы ее съели, а вот зверь растерзал. Он просто безусловно брал на себя ответственность за все пропавшее. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток, ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем, я служил тебе, четырнадцать лет за двух дочерей твоих, и шесть лет за скот твой, и ты десять раз переменял награду твою. А ведь награда это поощрение, но как мы с вами уже определились, слова неверующих и язычников, они вообще ничего не значат. Говорят ли они хорошее или плохое, ничего хорошего во всем этом нет. Если бы не был со мною Бог отца моего, продолжает свою гневную речь Иаков, Бог Авраама и страх Исаака, а что за страх Исаака. Когда Исаака приносили в жертву и он был связан, Исаак, отец Иакова, боялся не смерти, а боялся хотя бы движением ослушаться своего отца Авраама. Поэтому его страх что-то священное. И непонятно, кто был на более высоком духовном уровне. Авраам ли, который готов был принести в жертву Богу, Исаака, или Исаак, который готов был безропотно стать таковой жертвой. Поэтому клялись страхом Исаака как с чем-то священным. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, то бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Иакову. А что же скажет Лаван? Дочери, мои дочери, хотя за них работал столько лет, Иаков, он считает их своей собственностью, мои, и все. детьми он называет внуков, мои дети, скот, за который тоже отдельно трудился Иаков, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь? А тут он начинает понимать, а что он может сделать, с кем? Дочерей своих перебить, внуков зарезать? И он говорит, могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, то есть внуками, которые рождены ими? Хотя он выше говорил, что сила некая есть у него сделать зло. Как говорится, бодливой корове Бог рок не дал. И он говорит, теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мной и тобою. И взял Иаков камень и поставил его памятником и сказал Иаков родственникам своим, наберите камней, ну, родственникам это женам и детям прежде всего. Они взяли камни и сделали холм и ели там на холме, то есть сделали некую насыпь и назвал его Лаван и Егар Сагадуфа. Что же это может значит? Означает это груда, то есть груда камней свидетель. Ну, для них камни чуть ли не боги. по-арамейски. А Гал-Эд это то же самое, что по-еврейски. И назвал его Лаван Егар Сагадуфа, а Яков назвал Галаадом, Галаадом, Гал-Эд. То же самое, но на священном языке. На священном языке. Таким образом, здесь появляется тема сакрального языка. Вот в настоящее время идет бурное обсуждение, может быть, нам всем перейти на русский язык, богослужение перевести на русский язык. А чему это будет способствовать? Пониманию. Я глубоко в этом сомневаюсь. Потом, что произойдет, если русская церковь перейдет на русский язык? Белорусы сразу перейдут на белорусский. Украинцы на украинский. Будет ли это способствовать церковному единству? Нет. Это будет работать на мясничковый сепаратизм, на русский сепаратизм, российский, на белорусский, на украинский. Ничего хорошего об этом не будет. А здесь мы видим действие Якова. Он понимает, что слова-то одинаковые, но одно дело сказать на священном языке сакральном, а другое дело на арамейском. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мной и тобой свидетель, посему и наречено ему имя Галаат, также Мицпа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Мицпа буквально означает сторожевая башня. Сторожевая башня. Это такие были охранные башни, что-то наподобие пожарных колончей. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, он уже понимает, что расставание неизбежно, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, тут он уже и против многоженства выступает, так что Яков может взять какую-то другую, это будет в ущерб его дочерям, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. Для него, для Лавана свидетель это камни, а для Якова это Бог. В понимании евреев первого века, чтобы быть праведным, надо помнить о трех вещах. Что над тобою око видющее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все твои деяния. Если ты об этом помнишь, не согрешишь. А для Лавана это камни. И сказал Лаван Якову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мной и тобою, этот холм свидетель, этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, и за этот памятник для зла. То есть перейти-то можно, но не для зла. Бог Аврамов и Бог Нахоров досудят между нами, Бог отца их, Яков поклялся страхом отца своего Исаака. А почему? А он не хочет клясться Богом Нахорова. Вот Богом Аврамов можно поклясться. А непонятно какой там Бог у этого Нахора. Он язычник Нахора. А кто знает какие там у них представления о богах. И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб и они ели хлеб и ночевали на горе. То есть это как бы прощальная такая трапеза. И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих и благословил их. Ну как он это понимал по-своему. И пошел и возвратился Лаван в свое место. Так происходит размежевание между Лаваном и Иаковом. Иаков трепещет, что его ждет на собственной земле. Ведь он боится Исаафа, того самого Исаафа, который сказал, что если отец умрет, он разберется с своим братом. Но то, что произойдет потом, мы узнаем дальше. Если будем живы, Господь позволит. Используйся, и поднимет. Используйся,